Привет подписчик моего видеоканала! В сегодняшнем уроке я покажу вам, как в смарт-респондере использовать вот такой простенький html шаблон, для того, чтобы наше письмо, приходящее к подписчику, выглядело более презентабельно, ну и более симпатично. Чтобы это не была просто серая колонка, состоящая из строк, а здесь можно было вставить и картинки, и какие-то изображения, и, соответственно, такое письмо будет более читабельно. Итак, мы имеем вот такой шаблон. Нам его сейчас нужно облагородить. Как минимум, ставить нужно шапочку и фотографию. Это будет основной шаблон, который вы сохраните для себя и будете использовать. Я вам сейчас расскажу о двух вариантах присоединения фотографий к этому шаблону, и потом, соответственно, его использования. Первый вариант – это картинки, которые будут прикрепляться непосредственно после закачки в смарт-респондер. И второй вариант – это картинки, которые прикрепляются в качестве ссылки со стороннего ресурса. Но тут есть подводные камни. Давайте начнем с того, что создадим папочку, назовем ее «Для смарт-респондера». И здесь уже подготовим заранее две фотографии. Вот я их подготовил, нашу фотографию, и назовем их, чтобы было вам понятно. Либо это по имени обязательно, и можете указать еще и размеры. Вот я подобрал размеры 140 на 150 или 150 на 150. Будут для этого письма само то. И, соответственно, шапочка «Mpower Network» ширина, замечайте, ширина для этого шаблона должна быть 600. А уже высота может быть 80, 100, 120, ну не более 150, а то это будет слишком широко. Вот, от 80 до 150. И то же самое называйте ее так, чтобы вы понимали. Обязательно должно быть латиницей, и для того, чтобы вы потом разобрались в автомобиле и фотографии, и изображении, которые у вас будут закачаны в «Смарт-респондер», поэтому каждое изображение должно быть вам понятно, что это такое, даже только при одном взгляде на название. Итак, мы их подготовили. Я возвращаюсь в «Смарт-респондер», и здесь я делаю следующее. В верхней части у нас и будет хедер «Шапка». Я ставлю курсор туда, посередочке. Выбираю в средней части значок «Изображение». Нажимаю кнопочку «Выбор на сервере». И здесь, обратите внимание, у меня оплаченный аккаунт «Смарт-респондера», и у меня доступно место на сервере 5 МБ. У тех, у кого он не оплаченный, доступно место всего лишь 1 МБ. Поэтому здесь имеет смысл подготовить заранее наше изображение, чтобы они были максимально облегчены, с меньшим размером, соответственно, с меньшим весом. То есть не более 20-30 кБ. Тогда вы сможете их докачать достаточно много сюда. Итак, выбираю кнопочку «Обзор». Меня интересует папочка для «Смарт-респондера». Я выбираю «Хедер». Окей. «Загрузить». Он загружен. И сюда же я добавляю фотографию. «Загрузить». Готово. Чтобы отсюда выбрать, просто двойным кликом щелкаю, и вот она появляется. Значит, шапка, она автоматически выравнивается по центру. Значит, здесь у нас в нижней части есть возможность выравнить по левому и по правому краю. По умолчанию она выравнивается по центру. Нажимаю «Ок». Вот она шапочка на месте. Все прекрасно. Теперь вставляем фотографию. Фотография будет как раз занимать размер по всему шрифту, поэтому я ставлю курсор впереди, верхнего самого названия. Нажимаю опять же картинку, выбираю на сервере, кликаю дважды по фотографии. Вот она стала. Теперь смотрите, для того, чтобы текст равномерно обтекал ее справа, выбираем «Выровнять по левому краю». И чтобы текст не прилипал к фотографии, сделаем горизонтальный отступ 10 пикселей. Десяточку пишем. Видите? Текст отскочил, нажимаю «Ок». Смотрите, все в порядке. Мы можем посмотреть, как это письмо выглядит. Выглядит оно хорошо. Единственное, что не уместилось в одну строчку названия блога. Закрываю предпросмотр. Кликаю дважды на фотографию. Делаю отступ 5 пикселей. Окей. Смотрю. Ну, по крайней мере, полностью текст встал. Здесь вы можете поиграть. В зависимости от того, как ваш блог называется. Все. Я нажимаю «Сохранить». Сохраняется. Смотрите, что произошло. Вот он, шаблон письма для партнеров. И здесь два вложения. Давайте зайдем, посмотрим, что же за два вложения. Проверяем. Все нормально. Все стоит красиво. И сейчас нам нужно его протестировать. Причем, смотрите, здесь выделены два файла, которые присоединены. Вложено два файлов из десяти. Соответственно, вы можете вкладывать не более десяти файлов, как я понимаю. И в этом списке выбираются файлы, которые вы хотите прикрепить к письму, чтобы добавить файлы. Используйте раздел «Работа с файлами». Значит, задача какова? То есть, если вы его отсоединили, то он просто в письме его не будет видно. Поэтому, нажимая Shift или Ctrl, вы выделяете оба файла. Давайте протестируем. Нажимаю «Тестировать» и письмо на мой e-mail пошло. Я открываю, смотрю. Все верно. Письмо пришло. Даже не нужно больше ничего нажимать. Все красиво, все замечательно. Удаляю его отсюда. Возвращаюсь обратно. И смотрите, что я делаю. Мы будем использовать именно этот шаблон с теми картинками, которые мы прикрепили именно из смарт-респондера. Потому что тесты показывают, что все сторонние или некоторые сторонние ссылки просто-напросто отправляют письмо в спам. Самое главное, что вам сейчас нужно понять и как вы это будете делать. Смотрите, что происходит. Я нажимаю в верхнем ряду нашего инструмента, нашего конструктора «Источник». Попадаю в HTML-код. Ставлю здесь курсор. Выбираю Ctrl-A – «Выделить все». Ctrl-C – «Скопировать». И снова нажимаю «Источник обратно». Дальше я просто выбираю «Документ-блокнот» и вставляю его сюда. Сохраняю. Сохранить как? Я его назову и положу именно в папочку для смарт-респондера и назову его «Шаблон для партнеров» или «Шаблон письма». Именно его вы скачаете и будете использовать в своих рассылках. Я в любом случае сейчас покажу, что происходит, если мы прикрепляем внешние ссылки и мы заодно их и протестируем. Я открываю точно такой же шаблончик. Я его обозвал. Шаблон письма. Смотрите. Значит, здесь у меня уже фотография прикреплена. Я по ней дважды кликаю. И ссылка с моего хостинга идет. С сайта businessvinetti.ru. Папочка «Имиджес» и «Фотография». Но, что интересно, в этом случае письмо доходит нормально. Вот я его тестирую прямо сейчас отсюда. Письмо пошло. Обновляю. И оно приходит. Единственное, что здесь, смотрите, здесь нужно нажимать «Показать картинки». Тогда только оно будет видно. Я его удаляю. Возвращаюсь. И обратите внимание, что в этом случае нам не нужно задействовать эти вложенные файлы, потому что ссылочка прикреплена извне. Теперь я ставлю курсор вверху и беру шапку нашу из хостинга «Картинок». Я захожу в раздел «Мои картинки». Вот она, шапка наша. Здесь выбираю вот этот значок «Получить код» и беру в нижней части наш код. Об этом я рассказывал в прошлом уроке. Как зарегистрироваться на хостинге «Картинок» и каким образом туда закачивать и брать информацию оттуда. Я возвращаюсь, сюда нажимаю на картиночку, вставляю вверху ссылку, нашу ссылочку, нажимаю «Ок» и вот она появилась здесь. Все в порядке. Давайте протестируем. Прямо отсюда. Нажимаю «Тестировать». Письмо пошло. Возвращаюсь в входящие, обновляю и в папочке «Спам» появляется единичка. То есть получается то, что получается. Просто-напросто, письмо элементарно, из-за того, что внешняя ссылка, например, из хостинга «Картинок», она ее загоняет в спам. Можно, конечно, поиграться. Можно эту шапку положить на свой хостинг и оттуда уже транслировать, как и фотографии. Возможно, пройдет все. Я вам просто показал. Настаивать не буду. Но оба варианта рабочие. Просто нужно все это дело тестировать. Значит, еще раз. Что я делаю? Вам нужно будет все это дело вставлять самим. Я перейду на предыдущее письмо. И для того, чтобы вы сами все это дело закачали. Так, я возвращаюсь в наш шаблон, где у нас прикрепленные картинки и удаляю их обе. Удаляю. Удаляю. Я вам прикреплю под этим видео именно вот этот шаблончик без фотографий. Соответственно, здесь нужно будет по центру поставить курсор, а здесь перед верхней надписью. Сохраняю. Вложений никаких тут не будет. Проверяем. Вложений никаких, соответственно, не будет. А вот, написано не прикреплять файлы внизу. Соответственно, я беру, нажимаю источник, копирую код. И сохраняю именно шаблон письма без фотографий. Вам уже нужно самим будет их вставить. И давайте еще раз я акцентирую внимание на то, как вставить наш шаблон, который вы скачали, конкретно в Smart Responder, в свою рассылку. Вы заходите в Smart Responder, кликаете рассылки, список рассылок. Выбираете ту рассылку, которая у вас создана, куда вам его нужно прикрепить, либо же создаете ее. Я открываю вот эту рассылочку. Мне нужно нажать кнопку добавить письмо. Добавляется пустое письмо. Обязательно сразу тема. Ну, например, письмо 3 назову его. У нас пустое поле. Мы работаем в HTML версии письма. Нажимаю источник. Иду. Открываю шаблон. Ctrl-A выделяю. Ctrl-C копирую. Возвращаюсь в Smart Responder. И прямо сюда в поле вставляю его. И еще раз нажимаю на источник. Вот. Шаблон встал на место. Вы просто его сохраняете. Обратите внимание, пока никаких вложений нет. Соответственно, здесь 0. Вы сохраняете его. И потом уже производите все те же самые действия. Открываете письмо. Ставите курсор. Закачиваете изображение сначала на сервер Smart Responder. И потом уже устанавливаете его здесь. Шапочка. И, соответственно, ваша фотография. Далее. Если вы работаете в Word, то обязательно вставляйте его именно через Word. Здесь вот есть возможность вставить именно из Word. Чтобы не было лишних никаких кодов. Поэтому нажимаете из Word. И скопировали в Word. Вставляете сюда. Ок. И появилось. Здесь уже можете работать. Изменять шрифт. Более читабельный, мне кажется, Вердана. И, соответственно, размер шрифта. Это уже 12-14. Больше не надо. Редко какие-то значимые ключевые слова выделяете шрифтом 16. У меня выбран 14-й. Вердана. Замечательно смотрится. Именно так и делаете. Старайтесь, чтобы этот отступ у вас сохранялся. Просто работаете. И еще один момент. Когда ваш текст скопирован, выравнивайте его по всей ширине. Тогда он будет тоже более равномерно смотреться. Не будет никаких заостренных краев. И, соответственно, ваши картинки, которые вы будете вставлять в теле письма, вы закачиваете также на сервер. Уменьшаете заранее размер. И выравниваете одну по левому краю, другую по правому краю. Одну по левую, другую по правую. Так они будут смотреться более симпатично. Давайте покажу, как искать фотографии, например, в том же гугле. Мы переходим в почту. Нажимаем поиск. Здесь выбираем картинки. Давайте напишем хедер. Выходит масса различных вариантов хедера. То есть, ваша задача только лишь зафиксировать, как это будет. Нажимаем инструменты поиска. Выбираем размер. Выбираем точный размер. И ставим здесь ширину 600. Высоту. Ну, смотрите, начинаем играться. Ставим 80. Нажимаем поиск. Вот у нас куча всяких шапок. Следующий момент. Выбираем точный размер. Ставим 100. Снова куча шапок. Нажимаем снова точный размер. Ставим 120. Снова куча шапок. В любом случае, 600 у нас сохраняется. А уже от 80 до 150 вы можете поиграться. Я думаю, что этот урок был вам полезен. Спасибо за внимание. С вами был Широких Виктор. Увидимся. Пока-пока.